Песня. Братья Николай, попроси благословения. Господь наш Иисус Христос, милостивый, благослови сию встречу, сию занятия, сию собрания, чтобы пошло нам на пользу Твои учения, нравучения, заповедей, чтобы они были в нас, и мы прославляли и благословляем Тебя, и ныне и всегда, и вовеки веков. Аминь. Второе послание Корейфима, 11 глава, 30 стих. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Толкование Блаженого Попелакона. Немощью называют гонением, ибо при голоде, бичевании, кораблекрушении и перенесении других бедствий обнаруживается человеческая немощь. О знамениях он не упоминает здесь, потому что они были даром Божиим. Бедствия же вместе с силой Божией показали его терпение. Сразу вопрос, зачем это он написал? Как это ко мне относится? Если у меня то, я чем этим хвалюсь, то есть мы должны войти в это так, что это я пишу. Вот тогда оно имеет смысл. Если я отошел и пошел до семечки щелкать, то тут ничего не будет, кроме шелухи. Так, вопрос стоит. Признаю я или не признаю апостолу Павлу? Второй вопрос. 14 посланий его. Вот говорит, сретение там, Семен Богоприимец, взял младенца, он не мог еще умереть. Бог сказал, не умрешь, раз сомневаешься. Не умрешь, пока не увидишь исполнение этого, сидево, ващею и приеме сына. Тут понятно кажется. Мне какая польза от этого? Ему оповещение о смерти. Я хочу жизни. Я вот не раз уже говорил об этом. Почему нет у нас живого восприятия вот этого? А как? Сретение Павла, Савла на пути в Дамаск. Это касается всей вселенной 2000 лет. Нигде не отмечается никак. Встреча старика 230 лет, который ничего не принес, просто сомневался, когда переводил. Под нами эпитемьей Божией находился, не мог умереть. Его праздник мы на десятый сделали. Ну, неужели непонятно, что мы что-то не досматриваем. То встреча со Христом, преобразившая гонителя, величайшего апостола всей вселенной, у которого больше половины Нового Завета из 27 книг 14 ему принадлежит. Мученическая кончина, государство обратили через него. Никакого обращения нет. Я сколько об этом говорю. Почему такая слепота у нас? Так это не у меня только вопрос, может, возникал. Подряд семь вселенских соборов, и ни один не сказал об этом. Девять поместных соборов, ни один не сказал. Тринадцать святых отцов в книге правил, ни один не сказал. Это что? Как-то патриарх говорил, наша задача реставрировать человека. Я пересчитал, да поди, не патриарх. Он совсем не понимает. Ему принесли мертвеца, он говорит, будем реставрировать. А сегодня можно сделать краску ему. Иногда, бывает, деньги заплатит. Меня похоронить в моем любимом автомобиле. Сделают улыбку на лице, натянут куда надо, загонят, что он лежит, улыбаются, глаза открытые. А там ничего нету, кроме мавзолейного трупа. Почему нету? Я эти вопросы не сам задаю. Они у меня просто изнутри идут эти вопросы. Они должны быть. Вот празднуют покров Божи Матери. Отец наш знал, говорит, а земля покрывается снегом, у нас зимой все. Всякая тварь уползает. Ни лягушек, ни змей нету. Покров. Видел кто? Видел юродивый Андрей. И он ему сказал, смотри, окружили город Царьград, Стамбул теперь. И Божья Матерь Аммафор раскрыла. Мы попали на 14 октября, когда он отмечается. Греческий, у нас же из Греции все. В Греческую церковь в Москве. А этот вышел на этот стоятель и говорит, а у нас никогда его не отмечали. Вообще никак не отмечают. Пятый, субботный, воскресенье. Вот даже никак. Русские взяли теперь, у нас Покровский главный собор, Покровские фамилии. Что это? За перегибы-то такие, куда-то все в другую сторону. Я на это говорю, почему не сделать так? Как решение вот этого, Второй мировой войны буквально, а не только борьбу с Советским Союзом. Это Курская битва главная. И почти как претенщина это падение Сарьграда. Вот. Фридрих Паулюс когда сдал армию свою, 6-ю армию. Почему это не сделать Покровом? Дивидение Божьей Матери было точно так же. Притом немцы видели. Покров делается великим, когда он живет. И поэтому реставрировать человека невозможно. Сын только ушел, а отец говорит, сын мой был мертв. Он мертвец был, когда у свиней был. Он мертвец был, когда задумал, у отца много, там, которые хлебом избыточницы, то у меня сухаря одного нету. Его нельзя реставрировать. Он мертвец. Ну, мертвый лежит человек, какой бы богатый ни был. Ну, есть такие, которые дурью маются после смерти. Я говорил, как сделать улыбку на лице, в машине похоронят, как он завещание дал. Здесь другое. Патриарх говорит это. Наша задача реставрировать человека. Я перекинул церковную газету, все ссылается. Да они неверующие, попы, патриарх. Они не понимают, сын мой был мертв. Два пятки христиан, апостол Павел говорит, и нас мертвых под преступлением оживотворил, воскресил. Наша задача такая, познакомить людей со Христом и дать надежду спастись его голгофской жертвой. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Вот это мы сейчас считаем. И Павел говорит, я похвалюсь этим. Гнали. Тебя когда гнали за веру? Ты скажи, в эту строку я вписываюсь или нет? Не так ты понимаешь, что мы тебя... Свои же верующие гнобят. Вы не думайте, что гонят только за неправду. За правду гонят. Иоанна Златоуса свергли православные епископы. 47 епископов собрали в собор по указанию Феопола, Александрийского патриарха. И вот свергли. И ссылку, и он не дошел до конца, и умер. Они его признали еретиком. Он не умеет проповедовать, ему сказали, он Златоуст. Он не умеет проповедовать, он ругается и ругается все время. Все богачи стали говорить, хоть не ходи на богослужение. Каждый раз бьет и все. А Златоуст сказал, буду бить до тех пор, пока не будете выбить народ Божий. Бедных. Он знал это. Первый раз, когда в ссылку, в это время затрясывалась земля. Цариса бегала и стугала в угол, искала и вдохся. Вернула сразу его с полпути. А второй раз уже никак. Он говорит, опять беснуется иродиада. Требует главу Иоанна. Он Иоанн. Иоанн Креститель. А отца Грината это там были разные. Прижали сразу, говорит. Про вас говорил. Как так? А она тогда к Аркадию, к своему мужу. Чего ж ты молчишь? Жену заедают. Выйти нельзя. Надо мной все смеются. А вот тряпка был. Самое страшное создание на земле это женщина, через которую упало все человечество. Но еще встречнее муж, который ей подчиняется. У бабы нет силы. Она кого-то должна сагитировать. А вот силу имеет. Начальник. И он объявляет то, что она говорит. Это не человек уже. Почему Соломон говорит, среди мужчин, среди тысяч я одного нашел. А среди женщин ни одной. Я не против женщин. Я просто цитирую откуда. И вот здесь. Меня гонят. И прочитай еще раз. Короткое толкование. Немощью называют гонение. Ибо при голоде, бичевании, кораблекрушении, перенесении других бедствий обнаруживается человеческая немощь. А знамения он не упоминает здесь. Потому что они были даром Божьим. Бедствия же вместе с силой Божией показали его терпение. Тот себе так. Скажи, его угнали Павлом. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Искусственно я не могу вызвать. Да. Недавно один спросил. Ну не могу никак отстать от этого греха. Я говорю, очень просто. Если ты хочешь, тебе все равно, что ты даришь. Мне все равно. Возьми палку и пойди в отделе милиции, разбей окна. Я не советую тебе. Но это делают люди, бомжи, чтобы их забрали. Ну заберут-то ненадолго, года на два. А вот за два-то года, когда тебе это наркотики-то не будут подавать, то ты поймешь, что жить без них можно. А то я не могу, я не могу. Видно, что 55 лет, а ему как будто бы 180. Я еще раз о нем был и говорил, который раз. И главное, прерывается связь все время. Время, я говорю, не тратясь. Сама природа нас разрушает. Сделай то, что говорят. Вот тут как-то я говорю, приехал садомит из Америки. 23 года. Меня к женскому полу не тянет. Меня все к молодым ребятам тянет. Ну зачем тянет-то? Я не могу вылечиться. Я говорю, лекарства есть одной, и при том 100% излечимость. Да вы что? А что для этого нужно? Деньги. А какие деньги? Ну выехать куда-то надо в один конец только. А обратно вам не потребуется. Вы уже нормально будете. Я согласен. Все. Открывай визу в Саудовскую Аравию. Это очень даже просто. Да даже ближе можно. Афганистан, Талибан. И прежде скажи, меня нужно от садомского греха избавить. Все. Башвык на голову, на 20 этаж. Одно здание такое строится вниз, головой. Все. У них за 1400 лет не было ни одного гомосексуалиста. Ни одного. А если было, его уже из дома не выпустить, его сразу заказнят. Борода должна быть не меньше 6 сантиметров. У нас-то не говорят, хоть она до полу будет. Как мы считаем здесь. Она была до ля, до ля, внизу. А другого было, прямо до земли было. Определенно. И кто-то сказал, его хоронят. Говорят, а у него, пока сейчас там священники, все подстревут. А такая щитина свиньящая торчит. И все, как свинью перед тем, как заколоть. А как вы увидели, что я свинья? Да-то вы сказали мне. Ты можешь не трогать. И пришли. 4 сантиметра. Стражи исламской революции называется. У нас стражей христианства нету. По нескольку раз при живых жунах венчают официально. Мне известен близко знакомый, батюшка, друг батюшки нашего. И он говорит, я пришел к архиерею и сложил последний запрос по венчать вторым бракам. Я больше, владыка, не буду этим заниматься. А в архиереях он разрешает, он говорит, я больше не буду. У него страх Божий есть. Так и здесь. Если ты верующий, а одну задачу стоит. Что скажет Господь по этому поводу? Гонения можно избежать? Нельзя, если ты настоящий христианин. Никак. Вы не думайте, что Василия Великого не гнали. Златоуст понятно где-то. Притом от братьев своих, лже-братьев, которые будут тебя обязательно дать причину и будут толкать. А поведение мое, оно и срисует суда. Это за Слово Божие. Да и не за Слово Божие. И конфликта бы не было, если бы я был другой. Я был неверующий, я бы тебе задачу дал сразу и все. А у меня заповедь десятая. Где не убей, написано, накорми врага. Никакой обороны. Вот какое дело-то. И Павел нам об этом говорит. Видите, как мы в него там ни разу не был. Нет. Я на днях только увидел человека, который хотел лучше. Я ему поверил. Но самое простое он делает неправильно. Я думаю, если бы я с ним встретился, я бы ему сказал. Но не встретился. Притом я его, не повторяю, труды упоминаю в своих книгах. И вумент Петр Мещеринов. Запомните. У него столько много доброго. И он видит все несогласие. О наших некоторых ошибках, называется книга. Не ошибках, а некоторых местах, которые не повредили. А остальное все извращено. И с крещением, и с прищищением. Стоит священник с чашей, буквально с улицы человек заходит. Отче наш уже пропели. При счастье все равно дойдет. Ну, любое. Венчание там. Все таинства извращены. Это не я говорю. Я ссылаюсь на определенного человека. У него хороший ролик. Он сидит. И два дела делают, которые мне не нравятся. Если кто скажет, а какие дела делают, что вам не нравится. Без платочка нос утирает. Непрерывно берет вот так вот. А ему руки целуют. И рука в руку стирает. Ну, оно же соленое будет. И второе. Такую кружку поставили в воды. Ну, почему он все время хлюпает, поговорит маленько, там минут пять. И опять начинает припевать. Как так? Вот мне пришлось только в одном университете. Восемнадцать лет. И она капитры везде ставится. Я не разрешаю. Неужели я сейчас такой слабый, что два часа не простою без этой воды? Притом священство. Перед глазами народа. Они не понимают, что ты хлюпик. Тебе нельзя ничего доверять. Ты не понесешь. Ты откажешься. Я вижу, кто вот так за нос хватался, не вытирал. Это вот два больших человека. Владимир Вольфович Жириновский. Все время на капитале стоит. И он весь мир смотрит. Платочка не было. Он был бедный. Хотя статую поставил за несколько миллионов. Ну, и был один приятель на другой стороне. Который точно так же идет. И Генли Гиммлер. Главный помощник, почти правая рука Гитлера Адольфа Алызовича. Стоит. Людей расстреливает. Он стоит рукой, нос вытирает. Да ты. У меня за стол бедишки никогда не могут сесть и так. Помолились, помолились. Показать платочки. Платочки я с ними показываю. Тряхнули, вытерли. Так их. Ты не думай, что я тебе загадку такую задам попутно. Что у человека есть, чему он не рад. Но если он этого не будет у него, он будет большие деньги платить, чтобы вернуть. Это вот это самое. Это говорит, что у бояр в кармане, в карман, то у простого под ногами. Это пыль. Она оседает. Она не просто вода, а которая липкая. И грязь вся остается, чтобы легкие-то не попало. А когда такая зелостью что-то, суха нету. У нас была вода Шитикова. Большие деньги платят за это, чтобы особая масса, дорогая, чтобы все время смазать носу каждый день несколько раз. Вот загадка. Про обыкновенный нос. Пошли. 31 стих. Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не убыл. Толкование. Ничего из прежде сказанного он не подтвердил. Здесь же подтверждает и удостоверяет. Может быть, потому, что то, что он сказал здесь, совершилось давно и было не так ясно. А прежде рассказанное, как, например, скорби и тому подобное, было известно Коринфянам. Какое-то толкование такое. Может быть, так, а может быть, нет. А я не согласен. Это речь шла о более раннем периоде. Может быть, и так. То есть, церковь не настаивает. Словакия Пелакта – это не священное писание. Но тут возразить нечего. Так оно и есть. И он заботился об этом, о своем авторитете. Я неразумный, поэтому похвалюсь. Хвалящийся хвались Господом. То есть, хвались, прям показывают. Ну, не может это сделать, чтобы никто не видел. Город на вершине горы не может скрыться. Вы еще забываете-то это. Не может. И светильник ставит не под столом, говорит, а на подсвечнике стоит. Что дела? 2,18 Якова. Покажи веру твою без дел твоих. А я, Яков говорит, апостол, покажу тебе веру мою, покажу, не прятать не буду ее. И сдел моих дел. И самое главное дело, которое Христос сделал, умер за грехи людей. Какие люди пришли через твое уверование к вере? Те, которые нашли путь в райские обители. Это самое главное. И что ты на этом пути сделал? Эти вопросы такие простые, но просто надо этим жить. Если этого нет, ну, все остальное, это не имеет никакого значения уже. Ты говоришь, пойду в другой город, буду торговать, а то нас так баррели думают. А Павел говорит, вы не знаете. И Яков говорит, не знаете, что завтра будет. Это жизнь исчезающая, как пара с котелка твоего. Пошли. 32 стих. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег в город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Толкование. Смотри, как сильна была борьба, если из-за него начальник стерег в город. Правитель народа, конечно, не поступил бы так, если бы ревность Павла не воспламенила всех. Арета был тесть Ирода. Убежал, исполняя закон Господа, ибо и Господь переходил из места в место. Себя самих не должно подвергать искушениям. Там же, где бедствия неизбежны, должно полагаться только на Бога, и от Него просить и ожидать избавления. А когда искушение небосильное, должно изыскивать и свои средства. Но и в этом случае должно все относить к Богу, как и то, что апостол спасся в корзине. Хотя он и сильно желал быть со Христом, но он любил также спасение людей и берег себя для проповеди. Комментарии Игнатия Латкина. Сегодняшний священнослужитель знает свою цену. Если меня не будет, так и умрете во грехах. У вас некому будет вести богослужение, некому будет отпевать вас, покрестить ваших детей. И батюшку берегут для треб, но не для проповеди. Проповеди он и сам боится. Еще скажет, что это не так. Я как-то сказал, что Александр умеет, беседовали с ним. Я говорю, батюшку, ну дали бы нашим священникам то слово говорить в храмах. Они давали сначала проповедь напиши. У полномочия надо прочитать коммунисту, который над всеми сарквами в данном регионе разрешит. Тогда прочитаешь. То есть не от Духа Святого, а вот от того, который от Духа Святого написал, он и не понесет, он ясно, что не пройдет. А как делать надо? А вот сейчас мы просчитали. От проповеди. А ее надо выпросить. Вот Иоанн Златоуст готовился, он готовился, писал, сидел. Вы знаете эту историю. У него был прислужник Прокол. Прокол. Обыкновенный мужичонка там. Но он займет место Иоанна Златоуста, когда его не будет. Он станет патриархом. Ему это дано было. И один приходит и говорит, меня вот тут обидели, отняли, я ничего не могу сделать. Теперь только салость вот к этому вашему архиерею прийти. Златоуста его никто не звал. Это потом стали звать. Он говорит, он как-то как придет. Он утром приходит. Сейчас там маленько как придет. Его нет, он за мой счет и скажет. Жанн говорит, а когда он прошел-то? Я уже два часа здесь, секретарь его. Ну извини, пожалуйста, приходи завтра. Завтра пришел, и он точно такая же. Он там третий день говорит, еще раз приди. И встал здесь, и не пройдешь. А он и не уходил, оказывается. И он тогда рассмотрел. А там стоит второй человек. Как я его вчера-то не заметил. И что-то ему там вот так вот сзади говорит. Вот туда. Я зашел, вот что. Вот этот, когда к вам зашел? Я же никого не пропускаю без вашего разрешения. Кто вот этот? Никого нет. Да он сейчас стоял рядом с вами. Не знаю. Он глазами-то повел, видите, икону апостола Павла. Говорит, да вот он. А он как раз толкование написал на апостола Павла. И Златоуст понял, что кто ему подсказывает, что написать. Это в житиях святых написано все. Ну и вот тот разрешил. А как они придумали? Вот цариса, она увидела, идет мимо по дороге, пешком. На машине-то не ездили, где-то маленько прогуляться-то. А, виноград. И она руку протянула. Ну руку-то через забор перетянуть, две огоньки взять, но они не твои. И тебя могут вором назвать. Чтобы этого не было, за особый закон написали. Если где-то что цариса взяла, через забор, этот сад хозяину, когда он в саду своем стоит, уже он не должен стоять, должен выйти, дверь запереть, он не хозяин. Хозяйка она уже. А тебе она даст деньги за этот сад, сколько надо. И такое случилось. У одной вдовы отняли виноградник. Цариса шла, не вытерпела, она знала этот закон. Златоуст говорит, языческий закон. Беззаконие это не закон. Как могли это отнять у него? Ну а дальше уже разговор пошел. Ну и она пошла тараном на него. Она не знала, что 32 года будет трястись в гробу. Когда его сослали. Вот история, которая нам говорит. Если ты делаешь дело Божие, Господь помогает тебе, пробует составлять как? Что сказать? И Златоуст идет и решил говорить, толковать, что требуется. Смотрит, а там нищий сидит, такая культякка, руки нету и просит, покормите. Посинел весь. Он, наверное, изменил проповедь. Это я потом скажу. Я скажу об этом. Вот этот сидит, замерзает. Вы же шли все вместе тут. Вы откуда идете? Это ваша дорога. Почему не накормили его? Ну и он людей-то допекал, обличал-то. Ну и они, люди были против. Он говорит, вы придете в храм, не молчите. Вы говорите и знаете о чем. Вы языком принесли кучу навоза сюда. Вам понятно, что такое навоз? Как лошади стоят, топчутся ногами. Это его испроповедь, а на Златоусте все. Вы думаете, вот Златоустом он и не мягкий был. Но слово его проникало до самой глубины. Он душу полагал за своих ближних. А Феофрид что сделал? Патриарх нанял воинов, дал денег. Там три брата были, долгие фамилии, они все под метр девяносто шесть были. Найти их. Они где-то в пустыне. Друзья Златоуста. А они убежали, их нету. Вот где-то там, пять километров, там под кустами телья маленькая. А в другом месте там и десять километров. И воины пошли туда. Где братья долгие? А кто это такие? Я спрашиваю, где они, кто? Нету. Сколько тут вас монахов? Пять, всех зарезали, пошли дальше. Православный патриарх нанял воинов, которые вырезали больше десяти тысяч монахов. За одну экспедицию. И ему даже порицания нет никакого. Порицание это хотя бы как-то вынесли или отстранили от работы. Священники очень и очень любят спать. Как псы бредящие лёжи, немогущие лаять. Исаик называет псами, которые не могут отогнать негодных людей. А повестить, что тут делается что-то не так. Псы бредящие лёжи. То есть, он не залает, не отгонит. Все хороши. Мы должны помнить это слово Божие живо и действенно. Как меч обоюдоострый. А что делать? Это место не для сна. Жизнь слишком коротка. Пошли. Глава двенадцатая. Первый стих. «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним, толкованием. Переходя к другому роду похвалы, которые делал славным его самого именно к откровениям, говорит, неполезно мне, потому что может довести меня до гордости. Что же, если бы ты и не высказал, разве и без того уже ты не знал этого? Но мы по-разному гордимся, когда знаем что-либо сами про себя и когда передаем это другим. Однако же, он говорит это не потому, что ему самому предстояла опасность впасть в подобное состояние, а чтобы научить нас молчать о делах такого рода. И в другом смысле не полезно, потому что может заставить кого-либо считать меня лучше, чем видеть, как он и высказывает эту мысль ниже. Лжеапостолы, хотя не имели ничего, однако рассказывали. Он же, имея много видений и откровений Господних, упоминает только об одном. Да и то против воли. Узнаешь же, что откровение заключает в себе нечто более, чем видение. Последнее дает только видеть, а откровение является нечто высшее видимого. То есть, он говорил по-плоцкому, в жажде, в наготе, в вузах, в ударах, на море, кораблекрушения. Это все по-человечески. А дальше начинает говорить, что ни у кого такого не было. И был восхищен до третьего неба. И начинает говорить, до седьмого. Седьмого нет, это в мусульман книге написано. Семь. У нас нет, у нас есть трое-три неба и небеса небес. Библия больше не говорит, а четверо-три небе нигде разговора нет. А что оно означает, не знаю. Мы можем пролепетать это и больше ничего не сказать. Есть такие вещи, которые скрываются. Подумают, что на самом деле это так. Я был восхищен, да, не разумея моем, я скажу. Я слышал глаголы неизреченные. Я вот в шахтах был, и там был один человек пришел, его задавило в шахте. Ну и как-то его откачали. И он рассказывал, что он видел в это время, когда был там под этой, после взрыва, под землей. Ну а специально там уже работают, раскапывают. Кто-то живой есть. И он мне сравнение дал. Ну что, какое сравнение дать-то? Ну вы видели? Нет, говорит, павлина. Я говорю, видел недавно. А хвост какой? Да там у него одно перышко красивее наших птичек всех. Она с такими украшениями разного цвета. И он его так выйдет, вот так вот развернет. Ну а воробей? Ты что воробей-то ржавленный? Был бы как жулан там вот, желто-зелено-красный у него. А если ничего нет? Так вот, говорит, наш павлин там как воробей. То есть красота у него на небе, ее нельзя выразить, а сравнить не с чем. Мы этого не видели. И я ему поверил, что так и было. Да, говорит, он шахтер был, его задавило. А что видел? Доказательств этих никаких нет. Но это может быть. Вот иногда начинается что-то спрашивать. Вот такой-то святой ему было. Ну было или не было, ты сравнивай по Писанию. Может это быть или нет? А как узнать? По Писанию. По Священному Писанию. Если там тебе было говорено что-то против Бога или как-то, это один вот так вот залез на, нашел гору там, гора поднимается, медленно, и пещера. И он, учитель, в своем и говорит, я нашел пещеру, хочу один подвязаться. Да тебе что, сынок, не хватает-то? Я хочу. Но он не мог пилить его. И все, он говорит, ну иди. А как ты с одним монахом договорился, он будет приходить, в ведерке мне еду приносить, я веревочку туда поднимать буду. Ну ладно. И вот ему видение. Ангел явился. И сказал, завтра за тобой будет послана колесница, которая, как Илью пророка, вознесет на небо. Он учителя своего уважал, и этому, который приносит пищу ему, повару, да и говорит, ты этому Никифору-то моему скажи. Завтра пусть стоит там, смотрит, как меня на колеснице ангела на небо понесут. И тот как услыхал, бегом-бегом успеть прибежал. А ты, говорил-то, ах ты такой, да с ума сошел, да что? Да прямо было благоухание такое, пение ангельское. Да откуда ты знаешь, что оно ангельское-то? Где-то его слышал. Но я никуда, говорит, не уйду. И, правда, колесница подкатывает. Я не прямо ни слова не говоря его. Он говорит, да куда ты? Да и вырвал его, а из него такая, что там, ряска какая. Ну и ряска. Захохотали, колесница понеслась, дым. И это летит у него, что сняли там подрясник какой-то. И он упал на кого-то, а ты бы лежал сейчас там, как бы я не пришел. Ой-ой-ой, достайся оттуда и больше никуда, ни шагу. Такие откровения. А не наши откровения, это еще надо на 10 раз проверить. Что они означают откровения? Ладно это не ладно. Бывает и дьявол, ну, такое делает, что даже простые, как Исааки Печерские, не догадаешься. Как начинают? Так, ты Писание не читай, Новый Завет, а читай только Ветхий Завет. А молиться я за тебя буду. Он стоит и молится. Молится, как фейзму знает где, что. И говорит, Христу понравилось, так, говорит, мы ему вроде засняли, показали. Завтра за тобой Господь придет. Это все Исааки Печерский. И на завтра, когда пришли, и Христос сияющий, ему кажется, он сразу в ноги-то бухнулся, а там петушиные ноги. Ах, как они захохотали. Исааки наш, Исааки наш, и давай его кидать друг к другу вот так вот, и играет, как в мяч-то. И к утру-то пришли все монахи, это в окошечко там маленькое. А вот заложено кирпичом, ему не туда-обратно. Но, видимо, другое окошко было для другого, для отходов. Исааки, благословись, мертвая тишина. Настоятельу сказали, не отвечает, говорит, ну разломайте, где вход был. Разломали, а он мертвый лежит. Исааки, Исааки, видимо, по щекам убить, начали глаза хлопают. Они его вытащили, он не может не говорить, он забыл, как разговаривать. Его застокривали, он не знает, как ложку брать. Целый год учили его есть. Но настоятельство, не надо, пусть не ест. И он не ел. Даже считаешь, и не верится. И когда Бог отнял от него, вот у Карл-то, и написано, и теперь Исааки не хотел, а один подвязаться. А я считаю, смех на меня напал. Думаю, вот так вас учить надо. Я стою, а надежда на кухне тут рядом. И говорит, вот тебя тоже, Сатана, ты искушай. Насчитывай жития святых, и тебе смешно. Я только на нее в это время по окну, вот так вот у нас. Окно одно. И вокруг нас идут люди на Осипенко, в Барнауле. Мы остановились, мы вообще не открываем. Ну, так постучали. Кто это может быть? Никого не ждем. Телеграммы не было. Постояли, постояли. Давай откроем, помолимся. С чему быть? Может человек думать, что потом откроем. Открыли. Пурга идет. Никакого следа нигде рядом нет. То есть, они от Исаакия ко мне под окно пошли. Так, вы стойте, смотрите внимательно. Вот. На одном житии. Это 1173 жития я насчитал. И на одном только мне дьявол раскачал. Я засмеялся. Не хотел уходить теперь от людей. Теперь только в монастыре. Кеновия. Кеновия это вместе. И быть одному. Это только редко. Как Серафиму, может быть, разрешается. Старались не давать. Потому что искушений было очень много. А на Серафима на одного-то сразу разбойники напали. Они вот о паровом охаживали. Деньги искали у старика. И он всю жизнь согнутый такой ходил. Пошли. Второй стих. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. Толкование. Он упомянул не обо всех откровениях. Это было бы трудно, потому что их было много. И не обо всех умолчал. Но и об одном единственном он говорит неохотно, чтобы показать, что и о нем упоминает против воли. Присовокупляет же во Христе, чтобы лжи апостолы не сказали, будь то он восхищен был от демонов, как Симон. Не без оснований указал он на время. Он сделал это для того, чтобы ты узнал, что без нужды рассказал это теперь. Не без нужды. После 14-летнего молчания. Если за 14 лет пред этим удостоился такого откровения, то как велик он был теперь после стольких опасностей ради Христа. Заметь его умеренность. Он признается, что не знает, был ли в теле, вне тела, когда был восхищен. Третье же небо должно понимать следующим образом. Писание называет небом воздух. Как, например, в выражениях птица небесная, роса небесная. Это первое небо. Оно называется далее небом также и твердь. Назвал, говорит, Бог твердь небом. Бытие 1.8. Это второе небо. Называет небо и то, что создано вместе с землей. Вот третий небо. Проверить никак нельзя. Я вот маленькую загадку вам задам сейчас. Когда люди пришли, и Христос говорил слово, и уже время надо уходить, народ изнемог. Надо было накормить. У кого что есть? Помните, у мальчика нашли в булке хлеб? Ну, булке понятно. И рыбу нашли. Не нашли, а он дал. Как рыбу готовили? Меня заинтересовал вопрос. Как? Я стал исследовать уже за это время. Значит, не варили. Что не варили, то не варили. Когда воскресший Христос сказал, закиньте, там 153 рыбины поймали, подтянули, а Петр I пришел, приплыл. Они были голые, он надел, опоясался. И вот здесь подошли, костер горит, хлеб, написано, как там на огне, и рыба. Значит, рыба была сухая, это однозначно. Однозначно. Сегодня можно ее поготовить по-разному. Если рыба большая, ее можно несколько слоев фольгой закрутить, ну и в духовку жарко. Ну, она все как сделает, все как надо. Мы испробовали всякие способы и почти остановились на одном. Не до надях приезжали к нам два человека. Георгий Пахматов и Михаил Макаров. Макаров Михаил. А вот этот, который Пахматов-то, он интересный такой, он сам встряпает там, он знает все способы, он у Стельникова был. И вот здесь говорит, надо, знаете, как сделать, что рыба на подвеске была, чтобы жарко охватывал ее одинаково со всех сторон. Даже что он ничего не сказал. Я тогда делаю два железных кольца, такое, другое поменьше, и соединяю между собою железами. А теперь везде крючки алюминиевые, там сколько, 13-15. И теперь он, которая рыба почищенная, он ее за хвост цепляет, и в русскую печь сейчас запили, там угольки в стороне, и туда выставляют. Дело один раз, пересушили, не досушили. Я говорю, надо знать, какая жара. На ощупь все. Вот яйцо, чтобы было всмятку, три с половиной минуты надо. Кипит вода, туда положили куриное яйцо, три с половиной минуты, смотри, Роба, и сразу вытаскивали в холодную воду. Вот. Это уже испыдано. И здесь такое же. Вот, которое у него выше хребта, оно пропекается. А которое ниже, там ребра и кожица тонкая, ну, ну, что там, карася взять. И оно спекается, и там уже и что взять. Кошки съедают, собаки съедают. И я понял, что рыба была большая. Там написано, большая рыба, а на косе какая-то неизвестна. Если одинаково, который у рыбы выше позвоночника, если бы внизу у нее такая же была, было бы нормально. Но здесь она только не слоя. А как будет? А вот здесь я просто рассуждаю. Значит, рыба была большая, она, видимо, они камняка, везде камни у них там, у них камни вот так вот сложили, камни нагреваются. Ну, южные народы. Тут туркмены, узбеки, торчики. У них русской пищи нет. А вот бывают, как колодцы, ну, там что-то стекает, из кирпича. Но только она большая, вот отсюда, допустим, оттуда, огнеупорный кирпич. И когда он так, как они спускаются туда, лестница, наверное, я видел на видео. И вот теперь у него такая, как сказать, решетка, и на ней лепешка, видимо, она. Он вот так вниз опускает, и шлепка, она не падает никуда. И он знает, когда ее снимать, опять его как-то, это, лови, это, вытаскивают. Лепешки пекут. Которые лепешки пекутся на вертикальной стене. Вот у нас, примерно, что-то завязалось. Так, поэтому рыба, тонкоблокая, как назову ее, и одинаково сделать нельзя, а иначе тут не протечется, а тут сгорело. И вот ничего не знаю про то, ясно, что она не счищенная была, не потрошенная, а раз не потрошенная, значит, и внутри цель, если она не дает, это сгорит, которая не ниже позвоночника. Я на этой неделе окончательно, значит, понял, как апостолы пекли рыбу. Она была большая, и сегодня, я думаю, кому-то они заплатили, большой девочек тащит там рыбу, но рыба, примерно, вот такая вот, и как камбала, что-то сильно на круглое похоже. Она трепешится там, съемки, когда идут, приходится платить кому-то. Ну и такую рыбу положить, если как у нас, ну надо повыше, это туристов сделать, и они будут тогда хорошие. Но рыба у нас, надо нечищенную ее делать, чтобы изнутри эта влага не давала сгорать брюши, не самой. Вот что значит простое дело рыбы, и при рассуждении. Я все утром до этого прошел, когда все испробовали, я понял, все 5 лета нечищенную. Понял? А это ты можешь в духовку куда-то вот, такой кружок там, чтобы ты ко мне зато вот такой, садишь, чтобы он в плотном стоял, а теперь брюшки алюминиевые, и рыбу навешиваю туда, на захвост. Вот она, пропищенная будет. Что значит отсуждение? Пошли. Третий, четвертый стих. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Толкование. С третьего неба, говорит, снова восхищен был в рай. Восхищен был для того, чтобы и в этом отношении не быть ниже прочих апостолов, живших вместе со Христом. Употребляет выражение в рай, потому что имя этого места было общеизвестно, и сам Господь обещал его разбойнику. Он слышал неизреченные слова, которые мудрствующим по-человечески и не имеющим ничего духовного нельзя пересказать. Отсюда ясно, что так называемое откровение Берд Павла есть сочинение подложное. Ибо как же иначе, если упомянутые слова были неизреченными? Итак, по смыслу буквального третье небо и рай – места различные. В смысле же переносном эти слова, может быть, имеют одно значение, а может быть и не одно. Хотя по поводу переносного смысла можно сказать много, но мы выскажем только немного. То, что более удобно для понимания. Первое небо есть границы и предел нравственности, когда кто-либо правильно образовал свои нравы. Затем, философия составляет второе небо, когда кто-либо, насколько возможно, приобретет познание о природе вещей. Наконец, третье небо – есть знание богословское, когда кто-либо, насколько доступно, приобретет через созерцание способность к восприятию божественного и превышающего человеческого разумения. Итак, во всяком случае, Павел был восхищен в места близких троицы, то есть превыше всего сущего, и будучи при этом не в теле, потому что ум его все еще был коснен. Ибо по отношению к вещам божественным является косным всякий ум в то время, когда человек бывает восхищен и объят от Бога, так что через него возбуждается и действует. А так как в областях есть степени, то он проникает еще в рай, проникнув в сокровеннейшие тайны божества. Поскольку же они недоступны для познания и незреченные, то их никогда не поймет никто, если только не станет выше человеческой немощи. Как это к нам относится, конкретно? Надо в каждом стихе увидеть то, что мне потребуется для спасения. А не так, что я прочитал, ну мне таким не быть, куда уж нам, у нас мать говорила. Я говорю, так-то сделал или я там, или кто-то, а нам за ними не угнаться. Какие-то мысли-то у вас есть, вот выражите их. Вот три неба, никто не говорил никогда, ни один апостол, ни один пророк. ведь это же все под подозрение ставилось и сегодня ставится. Вот у нас суд будет. Вот от Адама до наших дней 7531 год. Запомни, 7531 год. Мусульмане говорят, суд Божий будет продолжаться 50 тысяч лет. И они все до одного верят в это. А у нас этого нету. Мы не знаем. И какой будет суд? Суд написан неподкупный. Никакие судьи, ходатай, никто, никто не заступится. Говорит, а как же родители верующие, а сыновья вот такие выросли. А она будет думать, как Господь, существование Иисуса Христа. Мать, смотря на детей, которые там жили неподобно, и они осуждены на левую сторону, она будет их видеть, но у ней материнских чувств не будет. Она будет тоже думать, что и думает Христос. Все сделал для вас. Вопросы-то есть какие-то? Нет? Еще 13 минут нашли. Вот такими маленькими наводящими вопросами, еще особенно, там рыба какая-то, я сказал. А я думал, каждый день буквально неделю. А если так было, мы сделали, что-то есть, а что-то нет. Что она была не вокрая, это однозначно, потому что мальчишка в жаркое время носил бы мокрое, там все прокисло бы. Она как вяленая была. Это я догадался. А тут Христос угощал. Да бывает, вот мед у нас есть, матушка там что-то пробирали, нам занесли. Ну и внимательно смотри, это разобьешь ее. И что? Да несовместимая рыба и мед. А как же Иоанн Креститель, говорит, у него, говорит, акрида и дикий мед. А здесь еще некий рыба лежит, хлеб. Вот как, начинаешь смотреть, вот что-то есть, что-то нет. У нас такое же есть. Вот у мусульман, у них нельзя есть животное, у которого кути. А у нас нельзя есть, у которого копыта не раздвоенное, а если раздвоенное, как у свиньи, нет жвачки. Раздвоенное копыта и жвачка, чтобы одновременно было, как вот у коровы, у овечки, там у оленя, у лося, у козы. Видите, какой разный. Там можно ошибиться, я посмотрел. найдутся такие, что клыка нету даже среди диких. А вот у нас уже никак. Все звери, которые там где-то, они легко разбегаются. А сколько разных. Сегодня, когда посмотришь, невероятно. Муравьев, видели, который, примерно вот такой у него морда длинная. Такие вот когти длинные, как он все эти, их разламывает. Тут туда нос такой длинный, рот, нос, голова такая. А другое есть, которое как ежик сворачивается. Сворачивается, и у него броненосец, он вот так вот. А коршун схватил, он лапу-то зажал, и коршун теперь рвется, вырваться не может. Кто кого поймал? Ну, насколько все, все разное. И все дышащее дохвалит Господа. Так что, и колорадский жук его хвалит. А это полщище Господнее. Господь нашлю на вас жуков, червей, чтобы разуметь. Полщище мое, говорит Господь. Так что, ты еще не знаешь ему, какое название. А к притечи кто? Ну, я к притечи. Шерчий называется к притечи перитечи. Чтобы освободить место, Господь шерчь не насылал. Тебя шерчий жалили, или нет? Тебя хоть кого назови, тебя и щука кусала, и бывбодал. Это человек, который может научить, как жить в природе. Желучий. Вот это мы берем, потому что, если ты верующий, ты не будешь говорить, вот, Господь говорил, такие там, как некоторые, провокационные, верующие у меня не умрет. Но все же умерли. Вот надо что-то там. Ты такие мысли пережигай сразу. Все, что сказал Господь истинно и потребуется на суде Божьем. 12.48 в ангелии Тиана. Послов будет судить. Все остальное, как бы никогда не бывшее. Нам Бог это открыл. Это общины нету. А вот это вот община и есть. То есть у нас общее понимание, а не то, что в кучу собрались. Это сходняк преступный. Когда одинаково все. Одинаково делят добычу разбойники. Но это не община православных христиан. Пошли. Пятый стих. Таким человеком могу похвалиться. Собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Толкованием. Заметь его смирение. Он рассказывает это, как будто о ком-то другом. Ибо говорит, таким человеком могу хвалиться. Но если другой был восхищен, то почему ты хвалишься? И так очевидно, что он говорит это о себе. Говорит это или для того, чтобы показать, что без необходимости не стал бы рассказывать, или же для того, как можно полагать, чтобы сделать речь прикровенной. Разве только немощами моими, то есть бедствиями, гонениями. Ну, вот все это припомнил в своей жизни. Когда у тебя было безвыходное положение и явное проявление Божие. Только Бог мог тебя накормить, доставить, открыть, спасти, не замерз. Если не было ничего такого, а может не заметил. Ну, мы такое, до третьего-то неба не каждого Господь поднимает. Это и Златоуст не говорит о себе. Когда Прокол-то, у него секретарь-то, стал молиться о нем, где Златоуст. Ему показали там, первое, второе, видно, третье небо, его нигде не увидел. И так, говорит, я опечалился. Но ангел сказал, его нет здесь. Он находится прямо перед престолом всей Святой Троицы. Он один там только. И Господь его сразу взял туда. Приходится верить. Это жития святых. А откуда Демидий Ростовский знал? Не знаю. Откровение было, значит. Святые, ты видишь, как они попадали тоже не под влияние, а под сомнение. Вот один только лег спать. Его сразу, вставай на молитву. Он говорит, без тебя знаю, когда молиться. Пошел ты прочь, сатана. Тебе надо, ты молись. А другой, когда, говорит, зашел, давай петь ему. Со святейником дьявол пришел. Блаженный нищий дух. А нет, там это. Начинается благословить душа моя Господа. И он запел. Когда пропел, я обедал в это время, дьявол ему пел песни. Псалтырь. Он утернет на бороду и говорит, а тебе-то какое дело, что ты теперь, когда пел, тебя это не касается. Пошел вон отсюда. И он, говорит, оттуда и загремел. Они реально это все видели. Вот Макарий стоит, присажив себе, и видит, идет дьявол. Ну, знаешь, это не простой мужик. Дьявол? Он говорит, а куда идешь? А куда я иду? В Москву. А что несешь? Ну, там говорится, что несет. А куда идешь? В храм Божий, на литургию, на богослужение. Так там литургия, там архиереи. А без меня, говорит, ни одной литургии нет. Дьявол говорит. Почему? Искушение. И вот кому, говорит, он бросит святки у него, букет такой, святок остереприлип, человек ищет уважительную причину, чтобы уйти раньше в деревья из храма. Святок прилип. А кому вот так вот пролел по глазам, а умер, только так вот закрывает веки, чтобы они не глядели в зрачки. Тот уснул. Ни одной, говорит, литургии без меня нет. Макарий поверил? Да. А другие рассказывают. Он нес, говорит, большую тыкву. А тыкву-то зачем? А когда кланяется, я, говорит, рядом с водой, он через нее не может достать пол. Упирается в тыкву-то. Насколько можно верить, Бог его знает. Но что так, то так. Я мог бы похвалиться, но не буду. До третьего неба. А то Бог только знает. Пошли. Шестой стих. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне боли, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Толкование. Каким образом, сказавший выше, что хвалиться есть безумие, теперь говорит, если захочу хвалиться, не буду неразумен. Он сказал здесь, не буду неразумен, не по отношению к похвале, а по отношению к тому, что он не лжет, ибо прибавляет, потому что скажу истину. Итак, смысл таков, я не безумен, потому что говорю истину. Чтобы люди не обогатворили его, как истинная причина, по которой он всегда умалчивает о себе. Когда же принужден бывает сказать что-либо, то говорит прикровенно, для того, чтобы не почли его высшим. Ибо не выразился так, чтобы кто не сказал обо мне, но чтобы кто-нибудь не почел меня большим, чем я достоин. Если ради его чудес хотели принести ему в жертву валов, деяние 14-13, то чего не сделали бы, если бы он обнаружил свои откровения. Так, шофер, скажи, ты за рулем когда был, засыпал? Засыпал. Засыпал. Было что за рулем, ехал и заснул. Заснул нет, но сон кидал и сразу. А лекарство знаешь такое, чтобы этого не было? А лекарство? Или выйти нужно, или выйти, выйти, остановиться, выйти, или остановиться, подремать минут 15, или помять, размяться, вот так вот, что не засыпает? Нет. Три варианта. Это не поможет. Единственное, что помогает, в Германии установили. Машина, вот ты ездил, допустим, 5 часов, 6 часов, она дает сигнал, ты устал. Определены? И должен остановиться, вернуть в дороге, и сколько там, час положено, там, или 5 минут, отдохнул, и дальше ездил. А если нет, а машина потом у тебя проверяет будут, ты ни разу не остановился. Я с одним архиереем близко был знаком, он говорит, тебя 1 раза 3, наверное, засыпало. А он такой маленький, он просто, ему сиденья повыше сделала, сидеть, чтобы было. А в Америке так вот, полоса туда, а, ну, она всегда, пубай такая, как начинает спущать, там, дорога. А это междурядник. И как он, знаете, она как тер, сказать, ну, доска, стирая дня. И как загремела, я глаза-то открыл, и сразу вернулся на свое место. Надо отдыхать. Вот, надо знать, главное лекарство, это сам человек, в нем все заложено. И говорит, с открытыми глазами, даже не могнешь, и ты спишь. Я бы рассказывал, как этот, секретарь Гурлески, в этом университете, где ваш сын учился, как он поехал. Жена надоела, едем на родину, едем на родину. Я сказал, ты, Наташа, сиди, смотри на меня, чтобы я не заснул-то. А она заснула, и я прямо на встречную дорогу. А во сне я вижу, икона вот так вот поднимается, и прямо на меня, я как по всем тормозам-то ударил, а она говорит, икона, он не знает еще, кто женщину, куда ты едешь на меня. Я становился, там такой Кабас идет на встречу, я на свою сторону, а тут, обрыв, там река, я становился, так к реке туда, умылся, ты что ж сидишь, да я сама заснула. Я когда приехал, там, что батюшке рассказал, это где-то Краснодарский край, из Барнаула. А батюшка говорит, интересный случай, пойдем в храм, пошли ты там в храм, я пошел, и сразу убедал эту икону. А вот это вот, ну и они куда-то, где это телевидение, и там сказали с батюшкой, ему дали слово, чтобы он выступил. Вот я говорю, глазами, как у них там взращок, какой платон, все, все, видо, запомнил. Видишь как? И поэтому, насилие это ничего не дает. А когда было, войска перекидывали, в войну было, обычно шли шесть человек. С одной стороны два, два, которые несколько, посередке двое спят. Он шагает, все, он выступает армия. Потом они меняются, как вот, когда клином, гуси летят, они меняются. Первый растекает воздух, а другие в эти струи идут. Эти меняются, вторые, опять по краям, а которые внутри, это некон, за одну мощь, это войска перекинут, туда здесь будет прорыв, на Белоруссию. Враг-то еще не знает. Они сказали там, говорят, не готовятся. Да, они готовятся. И там сделали по болотам, как пройти. Сделали, это, снегоступы такие, и они, солдаты, как будто не тонут. Я все это смотрел. Мы идем на небо, на это все-таки приглядывается, как спасались люди. Почему на первое место не вышло Евангелие? Рождение всех сектантов виновны мы. Католики, мы. потому что человек впервые, который пришел, он говорит, я вам был, вчера у нас нужно было 4 часа, 4 часа. Ребенок у меня больной, он в больнице, он так на руках уснул. Но она всех оповестила, мы молились, и ребенку стало легче, я перестала сама кашлять, только так. А другой там пришел, он еще не знает. Он пришел, зачем? Мать похоронил, сказали, земли надо какую-то в церкви купить, а землей посыпать на могилу. Он подошел около меня здесь, по консту в соборе, ну и говорит, я говорю, Евангелие читает, тихо, а освещение там, или Диакова-то, долго, он говорит, долго-то девать, петь будет там. Евангелие уходит, что Иван, петь будет долго. А ему теперь дали, он заплатил деньги, дали земли, освещенные, но все хорошо, теперь пойдет. А как кажется, Богомола пьет его и какой, один артист, заслуженный артист СССР, дочь ИСЭП, чемпиона Олимпийские, вот она себе, хоккей, и люди собрались. А он сам забил, и говорит, самый большой враг у меня была теща. Ну и, священник знакомый, как-то, я стоял однажды, опять опохмелиться надо, подошли два молодых человека, и говорят, а вы знаете, что за вас Христос умер? И пьянист, и царствие Божий не наследует. Да я хочу освободиться. Пойдем с нами, мы тебе покажем. Ивангелий подарок. Я пошел. Ну и когда призвали там, к покаянию, то я вышел и сказал, я хочу покаяться. И стал бомбтистом. Ну и сразу до священника дошло. Я говорю, ты дома на той стороне, что продал душу сектантам? Батюшка, вы-то мне ничего не рассказали. А теперь человек, потом, когда меня здесь приветили, все, я только вернулся оттуда, упал в ноги к тещи. Я говорю, прости, мам. А теща говорит, я подумал снова. А он бомбтист, насмехается. От него никогда-то не дождемся. А он, я говорю, издевался над ним, ужасно как. Может слышать, богачок в фамилии, правильно? Его, я не знаю, то ли он знает его Алла, или как она, как он, жена, это какой-то дом прииграет, там, коктисто, конечно. А это потенциально мог быть православным. У него предки все православные. Что бы сказать-то? Человек такой, он же на счет его разговаривает, пельчушка. Правильно. Но это пельчушка, это теперь не пельчушка. И посмотрел, как по всему миру ездит. Он один раз где-то выступал и говорит, вот у нас тут такое, а он стихи пишет. И положил нам музыку, мы выступаем, это в Англии, и говорит, мне бог умудрил написать стихотворение, такую музыку, и мы запели. А потом, и кристинь, подошел и говорит, у нас это поют уже десять лет, эту песню. А вы, как десять лет? Двен месяца назад только, говорит, я написал. Ну, давай, мы попроем. Давай, пропоем. Когда запели, я говорю, то же самое, Матиль. То есть, у него пришло то, что уже давно было. Ну, говорит, это все равно мое. Мне бог дал. Вот как. Как? Это благодать Божию. А у нас не могли бы так сказать. О, сколько талантов загублено в конце края нету. Тебе дали? Дали. В храм ходишь, прищищаешься, что тебе еще надо? Ну, батюшка, обход, он, знаете, Евангелие. Эх, агаппика, агаппика. Вот так сектанты рождаются. И вдруг ей было встречаться юноши с девушкой. А вы не хотели другим приучать? Заходите на те близкие. И теперь она апельсиска седьмого дня. Или там свидетели Его. А священник что продала православную веру? Отец Епифаний, да я же к вам подходила сколько раз. И вы сказали, тебе не надо это знать. А я Евангелие сейчас знаю. Вот представь, я переписываю себе 84 года и инвалид второй группы по зрению опишет каллиграфический почерк. Ну, говорит, беда в ужин. Внука приводят, а дядь ему давай играть в доминоны или там в пешки старые. Я, как эти, которые тречушки-то приходят, отмадил. Закуски не стала давать, и мы рассыпаемся. А за внука не могу никак. Только внук приходит, дядь его прям дверяет. Давай поиграем. В сатанарии нет. Я вам приготовила что-то просчитать. Видно, что ребенок-то хорошее растет. А отдельно-то не бывает нигде. Вот у меня задача такая. А у нас задачи-то такой не стоит. А если стоит она задача, знай, как ее выполнить. Довериться Богу, дать Евангелие, прочитать, исчезти. Главное, что любовь Божия. А если сам в ненависти живешь, то слово любовь у тебя кощин сыну будет звучать. Знать нужно его. Ну, все, наверное. Да, перешли пять минут. Песня. 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 Счастья Бога, Слово Рожью, Сущая Бога, Рудница Твоей, Вечая. Сестра, помолитесь Богу, поблагодарите. Господи, мы благодарим Тебя за это занятие, за то, что Ты даешь нам возможность собираться и изучать Слово Твое. Благодарим Тебя за это место, за эту деревню, что нас в этом не ограничивают, у нас есть возможность изучать Твои святые писания. Открой наши сердца к разумению слов Твоих. Тебе слава и слава.